Первосвященник Не был потомком Аарона Как того требует Тора Более того, со времен Ирды Великого Первосвященник просто назначался Властями По их собственному усмотрению То есть он был Политическим назначенцем И конечно же, там где политика Там и деньги Поэтому во времена Ишуа многие считали Что в храме уже делать В общем-то нечего Потому что при такой коррупции на самом верху Религиозной иерархии Бога в этом храме уже нет И быть не может Однако, во-первых, так считали далеко не все И во-вторых Что на мой взгляд очень интересно Коррупция конкретного человека Занимавшего священную должность Не лишала эффективности Его служения на этой должности Новый Завет свидетельствует об этом очень ясно Автор Евангелия Теанна Это человек, которого уж никак Мы с вами не можем заподозрить В том, что он был большим другом Первого священника Каиафа Ну с чего бы Но в 11 главе этого Евангелия В стихах 49 и 50 Он пишет, что Каиафа произнес Пророчество от Бога Таким образом, этот коррумпированный Религиозный чиновник, ненавидевший Мессию Мог пророчествовать верно По одной причине Он был первого священника в тот год Другими словами, пророческий дар Сопровождал не человека, а должность Другими словами В Деяниях 23 главе С 1 по 5 стихах Мы видим Это еще один пример Мы видим Павла Перед Синедрионом Павел говорит о Нане довольно жесткие слова Пока не узнает Что она не первосвященник Как только ему сообщают Кто перед ним Или перед кем он Кому он все это говорит Он тут же извиняется За свое неподобающее обращение К начальствующему в народе твоем Цитирует Тор Она не был наверняка тот еще тип Сам по себе Но он занимал высокий пост Который обязывал всех евреев Говорить с ним уважительно Невзирая на его поведение А это что касается первосвященников Теперь давайте поговорим О священниках и левитах Их должности тоже были наследственными То есть священникам и левитам Становились просто в силу рождения Они потому что Ощутили некое призвание Или получили рукоположение Священники были вторым концентрическим кругом Если вы смотрели предыдущую программу То в ней я говорил о трех концентрических кругах Которыми можно изобразить людей Служивших в храме Внешний круг это левиты Средний круг это священники И внутренний круг это первосвященник Или первосвященники Так вот священники это был Средний концентрический круг В этой схемке В отличие от первосвященников В которых было всего несколько И которые жили в Иерусалиме Священников было много И жили они по всей стране Израиля Как обычные израильтяне В храм они приходили на службу В свою смену Которая была раз в 24 недели Об этом говорится в первой книге Хроник или Парлипоминон Если вы читаете обычную русскую синодальную Библию В 24 главе В будний день священников было 56 В шаббат добавлялось еще половина от этого числа То есть 28 И каждый священник служил только один день В течение своей смены Таким образом в одну смену служило в общей сложности Примерно 360 священников И помножив это число на 24 смены Мы с вами получим, что для службы в храме В общей сложности Необходимо было 8640 священников Очень внушительный штат Очень крупная организация Если говорить современным Бюрократическим административным языком Но давайте учтем, что в храме Эти люди были задействованы Всего дважды в году А что они делали все остальное время Поскольку одной из важнейших обязанностей Священника было обучать Тору Знать ее, конечно, прежде всего И обучать ей Многие ученые сегодня считают Что в промежутках между храмовой службой Священники работали в качестве местных юристов Если вы не понимаете, какая связь между Торой Или обучением Тори и профессией юриста То ответ, ну, самый что ни на есть прямая Потому что Тора, конечно же, это учение и наставление Но также и закон По которому жил Израиль Главной обязанностью священников в храме Было принимать жертвоприношения от людей, приходивших туда Священник должен был осмотреть животное Убедиться, что оно пригодное, без порока Как сказано в Торе Священник должен был заколоть его Снять с него шкуру или кожу Кропить его кровью жертвенник Разрезать его на части Бросить на жертвенник те части, которые надо сжечь Поддерживать на жертвеннике огонь Поддерживать чистоту вокруг жертвенника И так далее Ну и, наконец, третий внешний концентрический круг Это левиты Они были, во-первых, помощниками Или ассистентами священников Они приносили в храм дерево для жертвенника И другие необходимые вещи Поддерживали порядок в храме Открывали и закрывали ворота Осматривали посетителей Кроме этого, они исполняли важную литургическую функцию Они были певцами в храме Они тоже не находились при храме безвылазно Если так можно выразиться У них была своя ротация Аналогичная ротация священников Это значит, что они тоже были рассеяны по всей стране Сколько было левитов? Иосиф Флавий пишет, что священников и левитов Вместе было примерно 20 тысяч человек Если священников было около 8,5 тысяч из них То левитов, соответственно, около 11,5 тысяч Немало Особенно если учесть, что, например, фарисеев По Флавию было порядка 6 тысяч А Иосиф, то есть тех ребят, которые жили в Кумране Там, где нашли так называемые свитки Мертвого моря Иосиф было около 4 тысяч Очевидно, что левиты, а вслед за ними священники Были двумя наиболее многочисленными группами людей Многочисленность не всегда автоматически гарантирует влияние Но в данном случае эти цифры интересны Потому что Флавий не раз говорит о большом влиянии священников На общую ситуацию в народе Конечно, поскольку он сам был священником Его можно заподозрить в необъективности И при увеличениях этого влияния в собственную пользу Но даже если он и погрешил тут То полностью сбрасывается с счетов Такую массу народа, конечно же, никак нельзя Какое значение вся эта информация имеет для нас с вами Для читателей Нового Завета? По-моему, огромное В Евангелиях мы с самого начала читаем о событиях, связанных с храмом Отец Йоханана или Иоанна Крестителя Кто он был? Он был священник Захария О том, что сам Ешуя и его апостолы учили в храме Мы уже говорили в предыдущей части программы В посланиях также есть постоянные ссылки Если не на сам храм, как в послании к евреям А где о храмовом служении говорится прямым текстом То упоминаются постоянно в других посланиях понятия различные Очень тесно связанные с храмовой службой На все это, конечно, можно возразить цитатой из Танаха Которую приводит также и Новый Завет Вкладывая ее в устайшу «Милости хочу, а не жертвы» Ну да, конечно, если говорить о том, чего Бог от нас, от своего народа ожидает То однозначно любить его, он ожидает в первую очередь И любить ближнего, это больше всех всесожжений и жертв Но если говорить о религиозном мышлении еврейских современников Ешуа А также авторов Нового Завета Большинство из которых тоже жил еще в эпоху второго храма То храм и все храмовое служение занимали в их сознании много места И это очень легко увидеть в написанных ими текстах Ну, слушайте, чего стоит только один шауль апостол Павел В послании к римлянам, например, он говорит снова и снова о жертвах, приносимых Богу В третьей главе, двадцать пятом стихе, он говорит о жертве умилостивления Гиластерион, которая в септагенте означала это слово «крышку ковчега завета» В первом стихе, двенадцатой главы, он призывает своих читателей предоставить их собственные тела Богу в жертву живую Ивридский эквивалент греческого слова «тхюсия», которое здесь употреблено для того, чтобы объяснить, что такое жертва Ивридский эквивалент это «минха» Слово «живая жертва» подчеркивает отличие обычной жертвы, которая мертва, от той, в которую мы должны себя принести Наконец, в конце послания к Римлянам, в пятнадцатой главе, он говорит о приношении, то есть о даре Греческое слово «просфора» Возможно, оно известно некоторым из вас, с другим ударением «просфора» Там он говорит о жертве, или о приношении, или о даре в контексте сбора пожертвований от нееврейских верующих в Ешуа О себе он при этом говорит, как о священнике, совершающем священодействие Греческое слово там обозначает храмового священника, приносящего жертву В заключении напоминаю, что сегодняшняя программа была продолжением обзора книги «В тени храма», которую написал историк ранней церкви Оскар Скоршавн И в заключении вот этой серии программ о храме пару слов Некоторые из вас, дорогие зрители, писали мне в комментариях свои вопросы О том, к чему я, собственно, клоню, рассуждая то о римлянах, то о храме Дескать, какие-то неназидательные эти проповеди ваши, Александр Ведь спасение-то у нас Мессия Ешуа, а не в храме И для тех из вас, кто продолжает недоумевать, зачем я все это делаю И что я всем этим хочу сказать, я хочу пояснить очень коротко Вам не нужно ломать голову над тем, что здесь сказано между строк Или к чему это все, это не проповеди, эти программы, это не библейское учение Это всего лишь попытка лучше понять тот мир, в котором жил Мессия Ешуа и его первые ученики Их мир очень отличался от нашего с вами, потому что и поэтому его понимание, понимание этого мира А соответственно и понимание того, что сказали нам с вами, живущим сегодня, две тысячи лет спустя Что они тогда нам сказали, Ешуа и его апостолы Понимание может быть из-за этого непростой задачей, из-за отличия их мира от нашего И из-за нашего незнания этого мира А между тем, от того, насколько мы хорошо поймем тот мир и, соответственно, слова людей, живших в нем От этого зависит наше с вами понимание Нового Завета И, конечно же, основное послание Нового Завета понятно любому ребенку Бог любит нас так сильно, что послал нам своего сына в человеческой плоти Чтобы мы, доверившись ему, сыну, научились у него жить с его Богом и его отцом Точно так же, как жил он, если я могу в двух словах или там в пятнадцати, которые я сейчас произнес Сформулировать мое понимание основного послания Нового Завета, то вот оно Но если мы с вами хотим проникнуть чуть глубже самого поверхностного слоя Того, что говорит нам Новый Завет Нам придется подучить немного истории Вот, собственно, это я и пытаюсь сделать сам И помочь тем из вас, кому это интересно И подчеркиваю, очень важно помнить, что колхоз – дело добровольное Вы сами, дорогой зритель, решаете, что вам смотреть и слушать, а что проигнорировать В любом случае, спасибо и шалом Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель Рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.azis-media.tv Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте